Девочка-пай Приветствую вас. В этом уроке мы с вами поговорим об основах твистинга, об элементарных вещах, на основании которых в дальнейшем мы с вами будем создавать различные фигуры. Итак, в руках у меня 260 шар для моделирования ШДМ. Начинаем сразу. Во-первых, вот это место, откуда мы называем шар, называется горловиной шара. Вставляем насос в горловину. Так, и немножечко его накачаем. Далее, сейчас мы накачали шар и хвостик шара завязываем на узел. Завязываем как обычный шар, если вы уже имели с ними дело, точно так же завязывается на обычный узел. Итак, вот это у нас узел шара. Вот эта часть шара у нас называется хвостиком. То есть, вот эта недодутая часть шара называется хвостиком. То, что я сейчас делаю, называется скрутка. В результате скрутки у нас образуется стык. То есть, вот это место называется стыком. И сразу небольшое отступление. Я вам скажу первое правило твистинга, которое нужно сразу запомнить. Когда вы занимаетесь твистингом, делаете какую-то фигурку, то шар закручивается всегда в одном и том же направлении. Допустим, начали вы крутить против часовой стрелки, если смотрите вот сюда, то все последующие пузыри мы будем крутить тоже против часовой стрелки. Если вы начали крутить в другую сторону, то, соответственно, все последующие пузыри должны закручиваться именно в ту сторону. Иначе ваша фигура распадется. Итак, вот мы с вами сделали скрутку. У нас образовался стык. И вот эта часть, образовавшаяся у нас между узелком и стыком, называется пузырем. Соответственно, вот эта часть между хвостиком и стыком называется тоже пузырем. Пузыри у нас бывают различного вида. И различают их по размеру. Размеры пузырей, либо размеры хвостика в твистинге принято измерять пальцами. То есть, допустим, в данном случае пузырь у меня составляет... Так, раз, два, три, четыре, пять. Это 20 пальцев и два. 22 пальца. И хвостик у меня составляет, соответственно, так, четыре, восемь, десять пальчиков. То есть, размер данного хвостика 10 пальчиков и данного пузыря 22 пальца. И в зависимости от размера, пузыри называются по-разному. Вот это круглый пузырь. Он равен диаметру шара. В данном случае два дюйма. Пузыри размером от двух до пяти пальцев называются большими. Вот это большой пузырь. Пузыри длиною более пяти пальцев называются длинными пузырями. Вот это длинный пузырь. И есть у нас еще микропузырь и мини-пузырь. Они, соответственно, меньше диаметра шара. Вот, допустим, у нас мини- и микропузырь. Довольно часто мы будем с вами использовать такой прием, называемый пинч-твист, либо по-русски мы его называем мушка. В чем его суть? Сейчас я вам объясню. Допустим, у нас есть вот этот пузырь. Если вот эти два стыка мы соединим и скрутим между собой, то есть как бы переваливаем пузырь двое, слегка оттягиваем и прокручиваем, у нас получается вот такой пузырек в виде ушка. Вот это есть пинч-твист, либо ухо. Далее, следующий элемент – петля. Петля – это соединение двух стыков одного пузыря, но уже длинного пузыря, в отличие от уха. То есть вот у меня длинный пузырь. Если я сложу двое, соединю стыки, у меня получается петля. Далее, гусы. Это соединение крайних стыков в последовательности круглых пузырей. То есть мы делаем из чара круглые пузыри, и если крайние стыки соединяем, то это называется бусами. И соединив крайние стыки пузырей, получаем бусы. Следующий элемент – замок. Замок – это стык крайних пузырей в последовательности разноразмерных пузырей. Допустим, у нас есть нескольких пузырей разного размера. И последний стык последних пузырей, если мы скручиваем вместе, то есть вот стык я сомбинил, этот элемент называется замком. Следующий элемент называется тюльпаном. Когда горловину шара мы проталкиваем вовнутрь шара пальчиком и ухватываем другими двумя пальцами с противоположной стороны за горловину. Затем аккуратно вытаскиваем пальчик и удерживая горловину делаем скрутку. Отпускаем и слегка продавливаем узелок вовнутрь. У нас получился вот такой тюльпанчик. Далее, если данный тюльпанчик разделить на два пузыря, получается элемент йо-йо его называют. Он похож на игрушку йо-йо. И последний элемент, который я вам покажу, называется пуфик. Это когда часть воздуха из основного пузыря перегоняется в кончик шедемки. Например, когда делаются хвостики у собачки, либо когда делаются усы у бабочки и так далее. То есть, просто часть воздуха перегоняется в конец шедемки. Вот этот элемент называется пуфиком. Так, на этом мы с вами с основами разобрались. И в следующем уроке мы с вами начнем с простой фигуры, а именно сделаем с вами собачку.